всем привет друзья меня зовут саша это канал вязание сегодня очередная болталка ответы на ваши вопросы сегодня я одна без мужа вот так что мужского голоса не будет сегодня смотрите мне достаточно часто задают вопросы по поводу где заказываю пряжу какие магазины озвучить магазины там так далее там подобно оффлайн онлайн и так далее в общем я решила записать видео хотя мне кажется я раньше об этом говорила но ну не какое-то такое прям отдельное видео поэтому давайте в общем то я тут спряталась на кухне муж с ребенком ну за стенкой в комнате если вы вдруг будете слышать какие-то писки визги вы пожалуйста не обращайте внимание вот уже вечер я снимаю при искусственном освещении но я надеюсь что вас это не очень сильно смутит значит смотрите по поводу любимых магазинов магазинов пряжи там и так далее в общем я покупаю пряжи вот был момент до нового года я покупала очень много пряжи сейчас у меня смысле как это сказать сейчас у меня не то чтобы я не покупаю или там еще что-то сейчас у меня на все заказы которые ну вот ближайшее время уже пряжа куплены я специально покупала ее ну как заранее относительно то есть как только мне там заказ поступал или когда мы там с клиентами общались да то есть я покупала заранее для того чтобы во первых после нового года обычно все магазины стоят пустые потому что перед новым годом все выгребают все что есть потому что много заказов во всех там ну по сути самый чёс что называется вот поэтому я покупала много пряжи на вот будущее скажем так заказы поэтому сейчас принципе есть что вязать да и мне не надо покупать то есть но я все равно кое-какие покупки делаю об этом я расскажу во влоге да вот буквально там недавние мои покупочки значит так вот поэтому я в оффлайн магазине то есть ну вот прийти я практически ничего не покупал потому что во первых сейчас у меня нету времени ходить вот по магазинам знаете если раньше я могла пойти погулять то сейчас мне жалко на это время тратить мне проще там пока ребенку укладываю или пока там он кушает или ну знаете я думал меня поймут пока общем он чем-то занят да то есть я быстро тык 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 набросала в корзину тем более что я в принципе знаю что мне надо какие цвета там артикулы и так далее вот плюс естественно уже я не первый год работаю поэтому у меня есть список моих магазинов куда я в любом случае захожу смотрю цены то есть я знаю там это здесь лучше купить это здесь лучше купить или если этого нет нигде то я уже какой-то новый магазин ищу но обычно такого как бы не бывает хотя вот последние там спицы да я покупала ну опять же расскажу то есть ну просто в новом магазине потому что в наших магазинах не было ну вот собственно говоря что поэтому офлайн магазин как таковой офлайн я вообще уже очень относительно то есть я последний раз была в нити бай да это вот один из моих любимых магазинов и оффлайн в смысле онлайн где я ну постоянно я дропс там часто точнее дроп все покупают только там но если только там нету до какого-то нужного у меня цвета тогда я могу там пошерстить что другое но в целом мне как бы проще если за газ за газ заказ не горящий да мне проще подождать связаться с магазином попросить там здрасте вот ты рыпыры мне нужна такая-то пряжа они горят там подождите столько-то там ну допустим конца месяца будет поставка все я сижу жду написала клиенту если клиенту не горит то мы сидим в общем все вместе ждем вот и что-то там я не помню я забирала последние четыре матка черных этот как он называется у меня был один моток и мне нужно было еще четыре дропс альпака силка башт мне нужно было четыре как раз получается в интернет магазине не было он был только на магазине оффлайновском и я связалась с магазином и говорю что вот так а так не надо они говорят что приезжайте мы вам оставили на магазине и поэтому мы как бы совместили с прогулкой и заехали просто вот в этот самый то есть это я как бы знаете но не приехала что типа поглазеть то есть я приехал конкретно забрать свой заказ но и там еще в дополнение купила два моточка это это тоже мне нужно было вот поэтому в общем то сейчас я совершаю покупки онлайн это удобно то есть я не люблю покупать онлайн например одежду я уже сто раз говорила мне надо померить надо пощупать но пряжу ту которую особенно я уже знаю ну вообще никаких проблем не вижу там с цветами конечно могут быть косяки но я опять же уже как бы ну как сказать то есть я всегда если я хочу покупать что-то я уже прошу фотографию чтобы на небу был реальный цвет до что-то ну человек ну придется ему конечно потанцевать с бубнами но я прошу реальный цвет чтобы мне сфотографировали да то есть как бы там вайбер или ватсап ну потому что уже были прецеденты когда я покупала там какую-то пряжу мне приходил вообще другой оттенок и есть клиенты которые говорят там вот как моя постоянная клиентка мы покупали с ней голубой там меринос с кашемиром на фотке один голубой пришел вообще совсем другой мне не нравится да то есть я расстроилась я уже хотела там магазину подать жарку в общем да что они вводят заблуждение и так далее пишу клиентки она пишет отличный голубой ну подумаешь другой все супер как бы ну то есть это замечательно да но не все такие клиенты есть люди например мне важен оттенок то есть перед тем как выбрать цвет я сижу долго колдебаюсь там какой бы выбрать и так далее но не суть вот в общем а я вам под кнопочкой еще оставлю список магазинов просто ну мне кажется нет смысла сейчас прям вот знаете там магазин такой-то магазин такой-то то есть но я могу прочитать просто свой список который я себе составила все что я вспомнила да где этом заказывала и так далее и в инфобоксе вы найдете именно списком да то есть чтобы вы четко знали потому что мало ли у меня тут каша во рту и я тут ничего не понятно что сказала вот у меня получилось 2 4 6 8 10 12 14 16 магазинов это не только белорусские это есть и российские магазины вот так что но тем не менее здесь есть мои любимчики где тарюсь постоянно в принципе то есть но это можно по пальцам пересчитать то есть дропс я практически всегда заказываю не тибай да то есть у нас есть офлайн магазин который находится на немиге но это про минске я конкретно говорю по моему есть еще в гомеле или в гродно и по моему в бресте если я не ошибаюсь в общем минске на немиге находится их магазин вот классный магазин у них хороший выбор очень классные девочки которые всегда помогут там пришлют 358 миллиона фотографий всегда ответят всегда если надо там отложек и так далее вот в общем то значит потом это вот по моточной ну дропс это все-таки моточная значит по как это сказать по бобинной пряже чаще всего это примарио бай это букле бай и это что это ну вот принципе как бы миофилата и узелок это вот чуть-чуть реже но все равно то есть я могу узелок бай я могу их в принципе тоже назвать потому что я часто их просматриваю там в ленте их новостные какие-то посты что они при привезли там вот последняя моя покупка бобинной пряжи это была в узелке бай до носочку я вам показывал аркабалена самая-самая последняя которую вот я вам еще даже не показывала была в магазине ника нитка бай я не помню где они находятся не в минске язык ну почты короче этот сам по моему в минске их нету вот ну вот миофилата да то есть я уже сказала но миофилата понимаете как бы магазин классный то по сути такой мамонт наших минских белорусских магазинов именно с бобинной пряжи мне кажется они были ну чуть ли не самые первые ну может я просто как бы про них так вот именно не знаете ну как бы не какой-то ерунды а именно какой-то премиальный такой пряжа это был первый только магазин студия и так далее вот но иногда мне не нравится как они работают понимаете то есть не какая-то дурацкая система бонусов например там на сайте заказываешь ты что-то там своей скидкой воспользоваться не можешь какие-то бонусы копишь потом там я вот хотела что-то там заказать не помню спицы ты там какие-то эти бонусы не можешь списать потому что то то ну то есть вот это вот путаница у меня нет времени реально сидеть разбираться с этими вашими бонусами либо скидка либо ну как бы там ничего да или там какая-то накопительная скидка в интернет-магазине да то есть а то приезжаешь в магазин одно в интернет-магазине другое мне кажется это фигня ну как по мне как потребитель да то есть я возможно если бы у меня был свой магазин пряжи возможно я бы тоже там кто-то замануху дело ну как по мне это нехорошие слова мне приходит на ум в общем но это как бы дурят до нашего брата мне так почему-то кажется вот у них и классный выбор пряжи у них очень много премиального сегмента цены конечно космос но такая пряжа не может стоить дешево у них хороший выбор спиц у них классная бобинная пряжа вот именно но тоже такого как бы не дешевого сегмента у них очень хорошая палитра такая ну знаете цвета как бы не колхозные хоть я не люблю это слово но она действительно отражает в общем этот магазин магазин не колхозный вот но там есть вопросики как бы свои там иногда по общению бывают вопросы сто тысяч часов они отвечают и так далее ну короче есть свои немножко нюансы но тем не менее как вот магазина в загашнике держать хороший магазин могу советовать если вы не привереда в плане там обслуживания и так далее вам просто нужно приехал купил забрал уехал то супер-пупер вот значит что еще ну вот ланага ланагата я часто заказываю на именно у них понятно ланагата продают ланагата да то есть они не продают там что-то другое вот именно моточную кит силу этот китил говорю как он мохер люкс люкс мохер короче вот эти вот пупышки забыла как они называются вот значит а силк мохер водку спаде силк мохер много я у них очень заказывала вот как бы ну вот это основные последние такие вот ну и конечно меринос у них супер софт дата макси софт и так далее вот но опять же там по супер софту я последние все свои покупки супер софта делала в лавка софибай или софибай нежная не знаю как бы очень приятно девушка там работает инстаграме я всегда заказываю не через сайт но мне так проще все быстро четко без вот этих вот каких-то каша по тарелке размазывается то есть надо это пожалуйста счет ирмыры мыры сегодня доставка у них доставка очень быстро там если не помню даже до какого времени там до обеда заказываешь сегодня доставка все доставка платная но как бы если мне нужно просто у меня вот я когда два раза заказывала последние у них мне нужно было срочно прям связать шапку и получается меня каждый день на счету и как раз когда ты до обеда заказал пряжу и тебе к вечеру ее привезли это просто прекрасно по сути ты можешь вечером сесть и связать шапку и на утро ну там смысле она уже на следующий день готова если успевает высохнуть вот значит что этот лана гросса хурмабай ну по крайней мере и вот миофилата у них хороший выбор и в принципе есть выбор потому что у нас немногие торгуют лана гросса так как лана гросса не дешевая пряжа ни разу вообще не дешевая да вот у хурмы есть этот лэмс вул и что-то у них еще есть и донигал у них тоже есть вот тоже такой магазин как бы достаточно давно они вот там хорошая девушка работает и это прямо-то хозяйка наверно вот ну короче у них всегда очень такой я бы сказал очень только стильный магазин с хорошим выбором достаточно вот значит то есть что я вам хотела сказать так 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 ну в общем если мне нужно например турецкая пряжа типа ализе газал хотя вот газал есть в нити тоже то есть у них нету ализе принципиально у них это народом позиции или что не знаю надо будет спросить у них у них есть дропс газал что-то там лана гросса пару позиций на нога то нету пихорка ну и там еще какие-то слонимскую они и как всякие там сад несгарн по моему ну короче такие в общем если мне нужна турция типа ализе типа газал либо там картопу что-то там еще из турции не помню в общем есть сайт купи моток или нет подождите купи клубок купи клубок наверное да в общем есть два сайта очень похожих купи моток и купи клубок вот купи моток они на экспо были находятся ну кто в общем минске да из беларуси тот знает но мне не нравится магазин я его не буду рекомендовать потому что на мой взгляд там очень хабалистый владелец тюхающий пряжу да то есть просто мне нужно был один моточек у меня я заказывала по моему две упаковки мне нужно было обязала кардиган сердечками газал как-то викинг по моему и мне нужен был определенный цвет и я нашла только у них по всему городу летом это было и что-то мне не хватало там буквально нескольких рублей ну белорусских рублей до бесплатной доставки потому что они находятся в другом вообще конце как бы от меня ну и ехать бензин то есть это получится мне дороже чем заказа там заплатить какую-то доставку в общем в итоге я решила что я очень возьму один моточек этого газа у рок-н-ролл на повязку и все и как бы ну хозяин да то есть мне звонит здрасте здрасте ваш заказ там это есть это есть только говорит слушайте этого этого рок-н-ролла осталось два матка возьмите два матка ну я естественно как бы я говорю ну если вы мне его бесплатно даете конечно возьму нет ну там тыры-пыры я говорю но он мне не нужен понимать он будет у меня лежать просто так отдавать там еще четыре рубля сверху я не готова то есть это по сути я могу сесть сама приехать к вам да это будет те же самые там где поделать еще свои какие-то дела и вместо того чтобы сказать ну хорошо хорошо там дыры-пыры да у меня начинает нету вы же понимаете он последний куда мне его деть ля-ля тополя и все это таким каким-то этим самым то есть мне как бы хотелось к знаете что меня ну как бы это не чешет в общем куда вы денете этот моток вот я покупатель мне нужен один моток все больше мне тюхать ничего не надо если мне нужно 2 я попрошу у вас 2 ну то есть меня например вот такое меня бесит потому что как бы если я пишу мне надо там шесть мотков да значит мне надо шесть мотков вот так вот купи клубок по моему значит в общем они находятся на малиновке у них нету магазину оффлайн это чисто онлайн но там забор сама вылаз вот я только начинала вязать я у них прям много покупала накопила там приличную скидку у них хороший выбор именно турецкие последнее время что-то кстати не очень но по-моему они сейчас обновились и хороший у них выбор вот поэтому турция вот купи клубок прям рекомендую от души и он тоже один из первых общем магазинов которые продают моточку вот у них много там всего инструмента я помню мне кажется все свои турецкие инструменты но эти картопы по моему в оранжевой такой упаковке я покупала вот у них потому что дешево сердито как бы хорошо ну вот в общем список будет внизу проходите туда да то есть я ссылки если можно не буду оставлять я думаю что вы сами можете вбить это все дело вот но магазина в принципе много до бобинные пряжи вообще очень много у нас как бы мне нравится в основном как работают наши магазины вот особенно те которые я вам буду рекомендовать потому что есть магазин с которым я не буду больше работать потому что меня очень много что не устраивает вот есть еще три магазина это нет 4 это российские магазины не наши белорусские где несколько раз покупала и принципе ну мне очень понравилось вот не бабушка но я думаю что россияне знают его потому что такой очень именитый магазин очень мне понравилось у меня была определенная пряжа с определенным составом ее я нигде не могла найти и мне предложили ну не аналог мне предложили предложили другую пряжу но она устроила моего вип-клиента да и я была прям очень довольна потому что мне не сказали ой ну вы знаете там тропыры этой вашей пряжи нету а посоветуйте а вот идите на сайт и выбирайте то есть нет мне там 500 вопросов мне задали а вот давайте эту рассмотрим ну то есть это клиентский сервис да то есть я считаю что это очень дорогого стоит когда на тебя тратят время даже когда ты может быть ничего не купишь это имидж это лицо и так далее то есть я ну как бы в обратку да когда со мной там клиент мой будущий потенциально общаемся и задают мне сто тысяч пятьсот миллионов вбросов просит прислать километры пряжи я ну как бы трачу свое время но я понимаю что ну а как по-другому ты же не можешь сказать вот те это вот те это все отвали давай только бабки мне но это некрасиво и это вообще не по-людски то есть когда ко мне так относятся я сразу же все спасибо до свидания извините вот в общем круче не бабушка классный магазин у них классная пряжа ну как бы не дешевая но у них такой сегмент как бы они дешевые пряжи не по-моему не занимаются вот дальше holy wool мне тоже понравилось а вот спицы у них заказывала чагушки мне понравилось и ну и тоже классно они там общаются как бы еще очень быстро доставка вообще просто пшик и молниеносная вот и классный выбор но единственно я тоже хотел там пряжу посмотреть но у них тоже пряжа как бы такая не самая бюджетная поэтому ну я знаете как думал там пару моточков возьму типа на пробу ну что-то я в общем решила что для пробы это дороговато но спицы я там нашла то есть у нас беларуси не было 225 80 ки чагушки эти стил по моему у них пожалуйста любой размер вот shimba shop я покупала тоже наверно 1 5 мне кажется шелк я там покупала мне очень нравится этот магазин очень приветливые консультанты просто супер там и фоточки те вышлют и все 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 короче прям ну очень классно рекомендую и city yarn наверное раза три я заказывала тоже шелк вот я даже когда мы с мужем ездили в россию на чемпионат мира по что это был по футболу вот мы туда заезжали потому что мне надо было но я заказала пряжу я думаю что мне привезут потом там и мы поехали я говорю что я заберу и мы в общем ехали там на метро в этот магазин классно такая студия у них очень такая колоритная женщина-продавец я бы сказал так очень очень колоритная вот это самое ну в общем тоже классный магазин хороший очень ассортимент цены ну неплохие насколько я помню именно по своей позиции которые покупала вот так что в общем то все было наверное я вам все рассказала в общем магазинов немало но это те магазины с которыми я реально вот как бы работаю да то есть никакой из магазинов там это я просто вам их рекомендую потому что я уже с ними достаточно давно вот никакой магазин там рекламу никакую не заказывал ну как бы нет смысла да у меня наверное может быть не столько много там до подписчиков и так далее то есть я не очень интересно мне кажется для рекламы вот для меня мой каждый подписчик это на весь золото но вы понимаете че то есть как бы для магазинов пряжи чем больше аудитории тем лучше поэтому рекламы никакой вот все я вам все рассказала это как бы весь список вы найдете под кнопочка еще 158 раз повторяю вот если есть какие-то еще у вас вопросы вы пишите пожалуйста но на самом деле не надо зацикливаться на одном магазине пряжи хотя я так и делаю то есть я такой я в этом плане консерва если ей мне нравится дропс в нити значит я буду ждать надеяться и верить да там и так далее то есть я буду покупать в нити ну может это не очень правильно но с другой стороны я понимаю что преданность бренду то тоже определенные как бы ну такая лояльность вот расскажите какие у вас любимые магазины из тех ну может которые я перечислила вы тоже в них таритесь или какие-то другие вы мне порекомендуете где вам тоже очень нравится там и сервисы выбор и так далее и цены нормальные вот потому что принципе для меня как бы конечно то есть если там я знаю где купить дешевле я пойду туда но если там какой-нибудь хамка сидит на том конце провода то я там не буду покупать мне все равно как бы будет что там очень дешево дешево ну потому что это просто принципиальная моя позиция вот надо уметь ценить своих клиентов вот потому что как бы я такие же требования ставлю к себе да что если ко мне приходит клиент я должна ну грубо говоря его облизать да для того чтобы он почувствовал что вот он там в своей тарелке что он хочет и так далее да как бы вот поэтому естественно я жду к себе такого же отношения но мне кажется это абсолютно справедливо да и заслуженно не знаю вот в общем ладно все заболталась я спасибо вам большое за внимание если что-то еще не сказала пишите поставьте лайк этому видео мне будет очень очень приятно и тогда до следующего видео пока пока